Сигналы ухаживания у сверчков не несут видоспецифические характеристики, они могут быть одинаковыми в разных видах или не так? Ну, скажем так, я думаю, что они все-таки несут видоспецифическую характеристику. То есть там есть стабильные элементы, но их меньше, чем вариабельных элементов. То есть, в принципе, у сверчков сигналы ухаживания самые вариабельные по сравнению с другими группами. Но все-таки какие-то стабильные элементы там есть. Ну и у каждого вида они свои или нет? Нет, есть некоторые совпадения. У большинства видов все-таки стабильные элементы – это длительность вот этих элементарных посылок, щелчков и пульсов, а вариабельные элементы – это уже соотношение. Но это длительность, она различается у разных видов? Она различается у разных видов, да. А второй вопрос. А что такое низкий высокий уровень организации? Ну, собственно, это то, о чем говорила Ольга Сергеевна. И если на пальцах, если брать уровень организации сигнала, то у него есть элементарный какой-то элемент, то есть, допустим, пульс. А сигнал может состоять из серии этих пульсов. Как правило, вот эта элементарная звуковая посылка, она соответствует однократному срабатыванию механизма звукоизлучения сигнала. А остальное, ну, то есть, допустим, с двиганием-раздвиганием над крыльями. Один раз у них произошло это сдвигание фрикционного аппарата, получился элементарный кусочек сигнала. А дальше уже он может делать это много раз и как-то это варьировать. Это вариабельность, как вы говорите, скажем. Ну, вот как раз элементарные кусочки, они менее вариабельные. А совокупность этих кусочков... Варьируем больше. Неэлементарные, это совокупность элементарных пульсов. Пульсы группируются. Например, 5 пульсов. Это серия, да? Вот он искал эти 5 пульсов, потом паузы, потом еще 5 пульсов и так далее. Значит, вот может быть, так сказать, может быть, варьироваться период повторения этой серии. Может варьироваться длительность этой серии. То есть в одной серии там 5 пульсов, в другой 10. Ну, там, лучше говоря. Ну, вот допустим, здесь это... И более высокие уровни организации имеют в виду вот именно эти признаки. Сейчас, может быть, на картинке будет понятнее просто. Ну вот, допустим, вот этот элемент сигнала, он срабатывает как бы, соответствует срабатыванию однократному механизму звукоизлучения. А вся совокупность этого, который образует вот этот полный сигнал, она соответствует нескольким срабатываниям механизма звукоизлучения. Другое, первое, можно? Вот вы работаете на этой группе животных, а вообще-то у вас вот в вашем институте самая различная группа животных используется для вот решения вашей основной задачи. Ну, скажем так, у нас институт в основном все-таки занимается не животными, он, к большей части... То есть это, в общем-то, как эксклюзив, да? Ну, конкретно мы, в общем, в нашем институте в основном наша группа работает над акустикой. Скажите, пожалуйста, а есть ли связь между вариабельностью сигналов в какой-то группе и количеством видов, которые могут, ну, обитают на внутренней территории? То есть, например, если вот свечка по один-два вида, то у них больше вариабельность, соответственно, еще не позволяет, ну, это вариабельность имеет место быть. А вот для клопов... Ну, у клопов, скажем так, при совместном обитании различных видов, естественно, у них есть конкуренция за акустическое пространство. Понятно, что при одновременном пении разных видов они создают помехи другим видам в каналах их связи. То есть, эти сигналы могли бы накладываться друг на друга и мешать распознаванию. Как правило, в таких случаях, если сигналы у видов похожи, у них происходит разделение по так называемым акустическим нишам. То есть, это либо разделение во времени, либо разделение в пространстве. Допустим, одни поют утром, другие вечером, либо одни поют на вершинах деревьев, вторые поют там где-то в травяной подстилке. У клопов еще лучше у них бывает разделение по субстрату. Их сигналы распространяются только по тому растению, на котором они сидят. Он не распространяется на другие растения, они часто очень строгие монофаги, поэтому у них еще лучше. И вот на некоторых, например, близких видах клопов было показано, что два вида из одного рода очень близкие, практически морфологически не различающиеся, но строгие монофаги, каждый на своем растении. У них сигналы могут практически полностью совпадать. Они друг другу не мешают, им не нужно разделять эти сигналы, и они практически одинаковые. Но, как правило, у симпатрических видов, если сигналы их пересекаются во времени и в пространстве, то сигналы различаются. Вариабельность, она... А имеются какие-то данные по межиндивидуальным отличиям, допустим, одной особи или другой, и как-то меняется вот эта вот вариабельность в рамках звукового диапазона, который издает одна особь в течение жизни? Ну, естественно, при изучении вариабельности сигнала изучается и межиндивидуальная, и внутрииндивидуальная вариабельность, потому что если сигнал в пределах одной особи, изменчив больше, чем в пределах разных особей, то, наверное, может быть, и не стоит их сравнивать. Ну, как правило, межиндивидуальная изменчивость, она все-таки ниже, чем... Даже ниже? У всех. Например, у саранчевых там случаев этой гибридизации у различных близких и недавно разошедшихся видов достаточно много выявлено, и при этом у них, даже если сигналы различаются, у гибридов могут появляться какие-то новые вариации сигналов. Там это довольно интересная отдельная задача. То есть, да, в принципе, это довольно распространенные явления в некоторых группах. Но вот это в случае акустической коммуникации, в случае с полужескокрылым, у них еще и феромонная же, и разделение по растениям, у них, наверное, это все-таки меньше. Но у них, надо сказать, просто гораздо меньше видов изучено сейчас, на данный момент, если у прямокрылых, ну, наверное, сотни видов уже изучено, если не тысячи. Нет, не тысячи, наверное, сотни все-таки. То у полужескокрылых это все-таки несколько десятков видов по всем. Ну, да, соответственно, профи все-таки считается, что он обеспечивает как раз определение особи своего или чужого вида. А вот когда уже самка, допустим, пришла по призывному сигналу, она может по более вариабельному сигналу ухаживания понять, хороший этот самец, плохой он. Сказали, что самки предпочитают сигналы самцов, то есть там самцу обрезаются над крылья, и когда он ухаживает за самкой, проигрывают одновременно сигнал ухаживания какой-то модельный или другой особи. Проигрывали сигналы от разных особей, у которых были измерены иммунные статусы до этого, и показывали, что самки выбирают тех, у кого он, в общем-то, выше. Мне, честно говоря, не совсем понятно, как бы сравнивать сигналы с очков, сигналы, там, клопок, сигналы с оранчок, потому что они же все разные. Каждый сигнал носил свою функциональную напуску, и, по идее, было бы разумнее сравнивать сигналы однотипные, там, сигналы ухаживания одних, сигналы ухаживания других, и соотношение. Это первое. И второе, значит, учитывая ли как-нибудь наличие симпатрических видов для тех видов, которых вы изучали, потому что опыты, вообще, на срачу показали, что сменчивость сигнала очень зависит от того, насколько наполнен биоциноз, значит, вот этими видами данной группы. Если биоциноз полный, то тогда нет возможности для вариации, иначе тогда будут ошибки, значит, и неправильная выборка партнёра полового. Если, значит, действительно сигналы сильно различаются и нет, там, рядом стоящего партнёра по параметрам сигнала, то тогда, значит, есть возможность вариации. Значит, учитывали ли как-то вы вот эти вот обстоятельства в своей работе? В основном сравнение мы проводили по количеству различных параметров в сигнале, и, соответственно, по количеству вариабельных параметров и количеству стабильных параметров. Вообще-то праздник сигналов просто, да? Нет, сигналы, нет, только сигналы ухаживания, только ухаживания. Соответственно, некие закономерности всё равно выявляются. То есть получается, что у всех насекомых всё-таки элементарные единицы сигналов более стабильны, а уже их совокупность, то есть на более высоких уровнях организации, они более вариабельны. То есть здесь, в принципе, можно сравнивать. Естественно, при сравнении нужно оговаривать, почему такое может быть. То есть действительно, у одних сигналов могут там выполнять разные функции, у других бывают, как у саранчёвых при высокой плотности, соответственно, определённые уже другие поведенческие аспекты дополнения, которые неплохо бы тоже сделать. На самом деле, мы, конечно, не смотрели симпатрические виды, но тут мы делали это, может быть, частично, даже специально, потому что речь идёт не о призывном сигнале, а о сигнале ухаживания. И о сигнале, который исполняется непосредственно рядом с самкой. И всё-таки мы предполагаем, что в этой ситуации давления симпатрических видов вообще-то до них не мает. Это вопрос к соседке. А вообще функция рекомендационных сигналов, по-вашему? Каково, по-вашему? Ну, опять же, значит, несколько функций предполагается. Одна из функций, которая, в общем, много где пишется, это сигнал, который побуждает самку в копуляцию. Вот это некоторое стереотипное поведение, которое необходимо для успешной копуляции. То есть, если самка пришла, а самец не поёт сигнал ухаживания, ну, она просто, так сказать, не вскарабкается на него нужным образом и просто копуляция не произойдёт. А зачем они припитывы специфичны по структуре? У сверчков. Да. Значит, тут можно такую выдвинуть гипотезу, что, ну, я предполагаю, что всё-таки призывный сигнал, это, вот, у многих, ну, в общем, наверное, появится раньше, чем при копуляционной. Хотя вот только Сергеевна говорила немножечко другую вещь, что вообще такая акустическая и копуляционная коммуникация, она, наверное, видимо, началась именно с коммуникации ближнего действия. Но там работали вот проприоцепторы, не специфические, в общем, не очень специфические органы. А когда вот пошло развитие вот этих специальных звуковых органов, то, ну, может предположить, что всё-таки призывный был исходен, а ухаживание, в смысле звуковое, наверное, это всё-таки вторично. Почему? Потому что, когда самка-самец оказывается рядом, там же вступают в тело обмен сигналами самых разных модальностей. То есть там и химия, там и вибрация, там и тактильная стимуляция. И вот, например, вот у многих кузнечиков, насколько я знаю, у них акустического сигнала ухаживания нет. И когда рядышком оказываются самец-самка, они уже общаются не на всех. Но всё-таки... Вот. Так что просто можно предположить, что тут так, в сигнале ухаживания сверчков, есть элемент, к которому можно просветить, правда, конечно, не всегда, элемент призывного сигнала. То есть, может быть, это некоторое, ну, так сказать... Опять же, связано с генераторами ритма. Вот. А третья функция, ну, это, наверное, всё-таки результат полового отбора. Вот как... Это вот моё мнение. То есть, ну, хорошо... Ну, это, конечно, может быть, тут есть некоторый антропоморфизм, но для самки, возможно, можно представить, будет хороший самец, который там не только хорошо пахнет, но он ещё и звучит, когда они оказываются рядом. Как и эмористически, для удобства систематиков, там, видимо, сохраняется какая-то видоспецифичная структура. Вот эти сигналы, о которых вы говорите, вы говорите, что они несут в основном функцию либо предконференционную, да, как бы, либо... Ну, мы говорим об одном типе сигналов, просто... Да, либо, либо... Нет, просто здесь я говорил только о сигналах ухаживания. То есть, когда уже призывный сигнал, он уже сделал своё чёрное дело. Ну, то есть, в призывном сигнале там тоже есть элемент территориальности, да? Ну, как бы, у некоторых бывают специальные ещё территориальные сигналы, специальные сигналы агрессии для своего, там, и для других видов, так что, на самом деле, у них много... Да, у них всё это есть, у них много типов сигналов, как правило.